Более 700 объектов по области на данный момент строятся. Возведение около 15 зданий затянулось на несколько лет. В целях безопасности жителей в городе идут работы по приведению в порядок территории стройплощадок и завершению строительства. Забрушенные и полуразрушенные здания обычно часто становятся пристанищем бомжей, криминальных элементов, к тому же нередко представляют угрозу безопасности горожан. Поэтому в этом году по поручению Акима области проводится учет, объезды и работы с подрядчиками и владельцами. К примеру, строительство этого объекта на выезде из города началось 12 лет назад. После беседы с собственником здание огородили и в следующем году он обязался запустить торговый объект. Много подобных примеров и в центре города. Около городского Акимата, который 9-этажное здание стоит, на данный момент идут судебные разбирательства, кто будет собственником. Также здание, как вы знаете, Акжейк недвижимость, это здание около ДВД, оно уже простаивает, наверное, более 10 лет. Этот собственник находится в Алмате, уже после Нового года он должен приехать сюда и уже будем более подробно сними судьбу этого здания. В следующем году сдадут в эксплуатацию торговый дом со складскими помещениями и автосервисом на улице Шолохова. Владелец заверил, что работы, начатые в 2013 году, закончат следующей весной. «Строительство, оно действительно немножко затянулось. Причиной было то, что здесь было опущение насчет грунта. Тут, как раз где мы стоим, проходит канализационная труба. Вот этим летом ее заменили, и мы начали эти работы вести. Везопровод сюда, водопровод провели, остекление, вот как видите, придется. Ну и также мы заканчиваем кровлю с индивидж-панелями». Также на следующий год пообещали запустить комплекс «Гостиницу, кафе и офис» на улице Кунаева. Красивое здание с оригинальной архитектурой простаивает уже несколько лет. «Если, как говорится, все по плану будет, если у них все получится, то они планируют уже в 2021 году летом уже запустить данный объект. Здесь будет целый комплекс». По ветхим зданиям, которых также в городе предостаточно, тоже проводится работа с владельцами по должному содержанию, своевременному ремонту и другим работам. В целом на сегодня в областном центре строится 700 объектов. На семи из них в ходе рейда побывала рабочая группа. Судя по планам владельцев, следующий год будет годом сдачи объектов с затянувшимся строительством.